всем привет из верят тысячу лет у нас не было сюжет про курочек и сегодня я хочу рассказать показать обсудить своих курочек ну как вам известно породы у меня декал white это яичный кросс потомство они не оставляют нет в принципе они могут оставлять потомство но дело в том что линия просто потеряется если они будут оставлять то есть каждое следующее поколение она будет все все будет хуже хуже и хуже данная порода мне очень нравится почему яйценоскость очень хорошая начинает нестись где-то в три в четыре месяца где-то после 4 все-таки на тут это какая-то уставшая курочка что еще кушают они очень мало мы делаем корм из расчета 100 грамм на голову зимой это 120 грамм корм как вы можете наблюдать это зерносмесь зерносмесь содержанием овощей овощи как правило сейчас сезонные даже могут быть и огурцы кабачки зимой это морковка турнепс кормовая свекла добавляем где-то до 15-20 процентов примерно как то так это были видеосюжеты по поводу рецепта зерносмеси конечно у меня уже другая другой рецепт не такой как раньше был потому что я отталкиваюсь от стоимости зерновых то что я могу купить то что не могу купить но вот как будут на эти нюансы я обращаю внимание и для себя составляю рецепт оптимальный который мне подходит ну и соответственно курочкам тоже все там как бы пропорционально в зависимости от возраста вида птицы и так далее но курочки замечательный вес у них очень очень маленький в районе килограмма всего живой вес они даже скорее всего весит еще меньше содержание у меня только сейчас у нас сентябрь до сентябрь на улице пока погода неплохая они у меня живут на улице вообще зимой у меня будет они в клетках жить клеточное содержание он яичко снесла видели данные как бы все ничего не бояться несутся хорошо зимой они у меня будут жить в клеточном содержании курятники может быть вот если начнут сильные холода или дожди я их временно посажу в теплицу потому что у меня там пока бролеры сидят вместо возможно не хватит яичко он закатывает куда-то какое количество курочек здесь я не знаю то есть если вы помните у меня были весной молотки и зараза перенеслась счет гуси в общем там длинная история и все молотки меня штук 50 на все погибли этих молодых я покупал где с двух трехмесячных я не люблю этого делать покупать птицы у меня не было вариантов мне нужно было яйцо даже для себя то есть они посидели мне на карантине ну пока так говорится все хорошо ну на будущий год опять я буду где-то наверно ближе в ноябре в декабре так уже я буду заглад закладывать яйцо инкубационно покупаю я его в ппр сверловском это между екатеринбургом и тюменью закладываю вывожу и где-то вот весной у меня появляются молотки и петушки петушки на мясо петушки просто обалденный хоть они маленькие растут очень медленно где-то около 4 4 месяцев тушка всего 500 грамм даже бывает и меньше ну бомба просто бомба очень вкусно птица вот такие вот дела что еще сказать несутся вот я не знаю сколько здесь курочек сейчас прикинем раз два раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 20 штук по моему дать туда же старая по моему чудит 1 вот этот наверно старый как раз стоит несутся они где-то в районе 15 яиц сейчас то есть вообще курицы у курицы яйцо формируются то есть сам желток и белок он там за четыре часа по моему формируются а скорлупа она в течение суток но это при оптимальном содержании если они несутся чаще то есть ваша корма да это точно старая вот курица ваша корма как бы то есть цель комбико комбикормового завода какая чтобы вы покупали корм а вы будете покупать когда когда курица несется очень хорошо а курица если несется хорошо то есть даже по два яйца в день может быть значит у нее что-то гормональный сбой какой-то произошел а произошел он по причине вброса искусственных каких-то там может быть даже и гормонов может стабилизаторов там я не могу сейчас точно говорить я как бы в это не углублялся я точно не знаю но это не нормально так не должно быть максимум это яйцо в сутки не больше а то и как бы даже вдвое суток потому что с яйцом она выдает как бы все свои витамины всех и букашек таракашек все что она съела как на это выдает вам а если она несется чаще ну значит она не успевает просто насытиться всеми этими витаминами да погода у нас конечно на урале довольно таки прохладная ночью уже даже и плюс 5 и плюс 2 бывает но для курочек это пока еще не критично вот если будет минус тогда нужно срочно что-то решать ну я я все-таки склонен пока к тому что я не успею сделать клетки я их посажу на улице вот наговаривать наговаривают но в основном кстати хотел по яйцу еще сказать в основном они несутся в первой половине дня в первой половине дня по клеткам наверно опять будут спрашивать клетка у меня здесь примерно полтора на два с половиной и в каждой клетке ну как вы посчитали уже дам вместе с вами вернее около 10 курочек в каждой клетке это оптимальное содержание загоны нужно чистить примерно раз так раз наверно месяц даже раз-два ну в зависимости опять от погоды если дожди чистить это чистить полностью то есть раз-два месяца а подсыпать опил у меня здесь опил его уже практически не видно ну в зависимости от погоды если дождливая то чаще если теплая сухая солнечная то пореже как обязательно должна быть ракушка то есть ведь вот там зелененькая такая бутылочка с этой стороны коричневая там такая бутылочка там насыпана у меня ракушка ну можно песок речной ну лучше всего конечно ракушку я покупаю если ракушки не будет свободном доступе то начинается бой яйца если они начинают бить яйцо то от этой проблемы избавиться ну практически невозможно очень сложно то есть обязательно за этим следить обязательно еще хотел сказать про расклёв если бывал было у меня такое весной расклёв они друг друга расклёвывали это соли не хватает один процент от корма нужно соли добавлять сейчас я что-то почему-то не стал добавлять ну и расклёва соответственно как бы нет ну вообще вот данные курицы вот как показала моя практика то есть момента когда они вывелись ну с первого яйца скажем так март март апрель с марта апреля да ну держать их можно где-то год то есть до следующего лет но смотря зависимости от условий содержания год с первого яйца максимум полтора дальше просто как бы нету никакого смысла я бы хотел можно было бы подойти еще яйцо показать но я что-то не хочу их пугать и не вот видите там думают сидят наговаривают яички хотят снести порадовать меня поэтому я этого делать не буду ну и что такое среднее когда начинает нести сенат ну небольшое да как каждого такого когда разнесутся и все больше больше доходит до того что даже они рвут так скажем клак куда что яйцо очень крупно идет вот какие-то такие дела такие новости в общем все хорошо порода классно но она очень стрессово неустойчиво то есть даже вот от грома молнии может помереть куриц они вот такие слабенькие поэтому если вы надумаете брать такую породу берите с запасом чтобы было хотя бы но если допустим 10 то на одну-две больше если ну то есть процентов на 30-40 даже на самой птицефабрики даже на самой птицефабрики они закладывают до четырех месяцев до четырех месяцев до сорока процентов они закладывают на падеж вот так вот представляете то есть падешь у них очень-очень большой такая слабенькая птичка но хорошо несется здесь есть везде свои плюсы и минусы поэтому думайте размышляйте планируйте покупайте содержите содержите ну в общем когда свое яйцо представляете утром пошли насобирали яички яичницу омлет там ну это просто сказка я уже к этому привык и я не так сказать не испытываю там офигенной какой-то радость конечно когда вот было бы были проблемы когда и десяток яиц в неделю всего где-то был ну тогда да было не очень весело сейчас как бы все хорошо стабилизировалась у них все в общем классно все дорогие мои про курочек вроде бы все рассказал все четко надеюсь понятно будут вопросы пишите спрашивайте ну а на этом я с вами прощаюсь пора идти работать удачи пока пока пока